Hola amigos! Сегодня я расскажу вам о моем опыте работы уборщицы в Испании. Да-да, когда приехала в Испанию без разрешения на работу, без знания языка, единственное, на что я могла претендовать, это на уборки. Кстати, платят достаточно неплохо, 10 евро в час, поэтому жить можно, а главное, график свободный, так скажем. Итак, с чем я столкнулась? Оказывается, найти работу уборщицы в Испании не так-то просто. Берут людей в основном только по рекомендациям, потому что убирать тоже нужно научиться, поэтому работу найти не смогла, пока у меня не появились знакомства в Испании. Та работа, которую я нашла, где знакомств, просто по объявлению оказалась мне очень приятной. Прихожу я, значит, на работу, там меня встречает одинокий мужчина, я начинаю убирать, и спустя часа два после уборки, когда доходит очередь до того, чтобы зайти в комнату, там, где он сидит с открытой дверью и начать убирать, я вижу, что он сидит и начинает брачить. Я очень сильно растерялась, попросила назад свои деньги, конечно же, не доубирала эту квартиру и ушла. Потом он мне звонил и просил за 200 евро подняться и помочь ему. Конечно же, я отказалась от этого стресса, отходила еще очень долго. Сейчас у меня все хорошо, я работаю риэлтором в Испании, обожаю свою работу, но перед тем, как ее найти, мне пришлось пройти 7 кругов ада. Делитесь в комментариях под этим видео вашим опытом работы за границей или в своей стране, и не забудьте подписаться на мой канал.